Друзья, всем привет! Наконец-то, наконец-то эта камера приехала! Я ее ждал, ну прям, очень, очень долго и хотел, чтобы действительно она приехала, чтобы на нее посмотрели и удостоверились, что она действительно настолько хороша, насколько я ее представляю. Но я очень на самом деле на это надеюсь, потому что от камеры ожидается максимального качества. Это, напомню, Foxeer Box 2, обновленная версия Foxeer-овской камеры. По всем параметрам, по идее, она должна не уступать тем же самым гоупрошкам, которые я использую активно, но на самом деле гоупрошка это дело такое, дорого, друзья, очень дорого. Мне, как человеку, который производит контент, ну это еще терпимо, но если вы не производите и как бы у вас нет никакого отдачи с этого всего дела, ну очень непросто позволить себе оформить хотя бы одну прошку, потому что действительно дорого. А Foxeer, уууу, красавица! Сейчас, по-моему, стоит 130 долларов, по скидкам можно урвать за 120, за 115 даже, наверное, где-то долларов. Многие считают, например, что вот есть обычный кубик Session 4, и что первая версия, например, бокса, в некотором плане она снимала не хуже, а может быть даже лучше, чем та же самая GoPro. При этом стоила она тогда, ну, почти тех же денег, хотя сначала, конечно, GoPro стоила дорого. Теперь у нас стоит аналогичная ситуация, но только эта камера не подорожала, и поэтому становится, наверное, напрямую конкурентом Hero 5 Session. Сразу хочется сказать, мне в коробку докинули пару сюрпризов. Вот это, понятное дело, это чехол. Он немножко выглядит больше, чем для Session камеры, по-моему, чуть-чуть шире, ну, по всем габаритам чуть-чуть крупнее, чем Session, поэтому стандартные крепления под ее не подойдут. Что делать в таких случаях? Печатать универсальные крепления, типа вот таких, которые без привязки к отверстиям, и просто в слайзере, например, при печати увеличивать их размер. Вы там, ну, 105% поставили, вот оно и получилось то на то, а кубик-то у нас остался кубик. У камеры есть вот такие запасные ND-фильтры. В данном случае нам положили ND-8, ND-16, наверное, одни из самых популярных ND-фильтров, которые используются во время съемки. Как видно, у меня на прошках уже наклеено небольшое количество просто пленка. Это автомобильная тонировочная пленка, работает неплохо. Но вот такие стекла, конечно же, гораздо качественнее. И здесь, я так полагаю, это такое же закаленное стекло, как вот здесь, только просто затемненное. А ND-фильтр, конечно, решает, если, конечно, здесь есть настройка всех этих шаттеров, ISO и так далее. Но вот это мы сегодня будем разбираться. Здесь у нас такое небольшое крепление с липучкой сзади, отверточка, которая подходит как раз под вот эти винты впереди на линзе, для того, чтобы вы могли менять вот это переднее стекло на тонированные, на ND-фильтры. И инструкция немаленькая. То есть тут действительно есть чего посмотреть, к чему научиться, так сказать, посмотреть, в общем, инструкцию стоит. Также есть вот такое вот. Я не знаю, что это такое, но судя по вырезу сзади, я полагаю, что это ключ, который натягивается сюда для откручивания и закручивания вот этого вот всего дела. Что самое главное, кабель, микро-USB выкинули, все это барахло уже никому не интересно. USB Type-C. Чего не скажешь, например, от этой кламере, которую я показывал буквально в прошлом видео, в котором, во-первых, USB-разъем страдан, во-вторых, USB-кабель, такой практически не найти, друзья. Такое у нас крепление, и оно здесь достаточно удобно сделано, потому что вы можете вставить сюда камеру вот таким образом, закрыть ее, и оттуда камера не выпрыгнет. То есть это достаточно надежное крепление, проверенное временем, хотя у некоторых людей оно иногда открывается, но в целом это достаточно надежно. Вот это же крепление надежнее, наверное, пока не придумали, потому что отсюда камеру вытащить просто так нельзя. Для того, чтобы вытащить отсюда камеру по-человечески, нужно вытащить отсюда вот, после этого можно раздвинуть само закрепление, и камера оттуда уже может выскочить в какую-то из сторон. Камера весит у нас 80 грамм. Session же весит 72 грамма пятерка и 72 грамма четверка, но они одинаково весят. Камера имеет формат кубика точно так же, но она больше по всем сторонам. Как видно, она не намного, но чуть-чуть больше. Также по высоте камера чуть-чуть длиннее вот в эту сторону. Здесь у нас micro HDMI, USB Type-C и micro SD карточка вставляется. Что примечательно, карточка тоже становится под углом, вот так вот как на Session. Это позволяет карточке не выпрыгнуть оттуда, даже если вы потеряете вот этот вот чехол. Поговорим немножечко о сухих цифрах, прежде чем мы приступим именно к настройке. Здесь стоит, например, Sony IMX377. Один из топовых сенсоров. Такой же сенсор стоит, например, на том же самом Mavic Pro или Xiaomi Y4K Plus, самая последняя из них. У них, у обеих этих камер, отличное качество изображения. Надеюсь, что здесь будет не хуже. 12-мегапиксельный сенсор, но фотографию он может расследовать вплоть до 16-мегапикселей. Зачем это сделать, не знаю. Но фотография, получается, кстати, очень хорошая. Не хуже какого-нибудь там Mavic. Правда, немножко с искажением нужно подумать, что сделать, потому что картинка реально достаточно сильно искажена. Кроме того, здесь есть Fast Charging, 45 минут заряжается. Камера не обещает, мы это проверим, сколько камера заряжается. И водозащита IP64. Что это значит? Что вы не можете подгружить эту камеру под воду, но, тем не менее, она не боится брызг и не боится пыли. То есть вы можете ее в грязь, в снег кидать, она будет работать. Но если попадет вода, будьте осторожны, поскольку скорее все эти отверстия, где вот микрофон и так далее, они не защищены. Следующим образом работает камера. У нее две всего кнопки. Это кнопка включения-выключения. Также она меняет режимы при коротком нажатии. Вторая кнопка, основная кнопка, которая включает и останавливает запись, а также включает-выключает Wi-Fi. Приложение, которое мы будем использовать, выглядит следующим образом, но его в Google Play Маркете, по-моему, до сих пор нет. В iOS, в App Store, по-моему, есть, но в Google Play, по-моему, нет. Я уже настроил так, что камера сразу начинает записывать, но давайте пока остановим. Камера включается в таком вообще, в обычном формате. И первонаперво, что вы делаете, держите 3 секунды кнопочку старта записи. После этого, как вы начинаете моргать желтые светодиоды, это означает, что вы можете подключиться к камере через Wi-Fi. Нажимаете Connect Device. Здесь одна сетка будет называться Foxeer Box. Пароль от 1 до 0. Он написан в инструкции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Вот такой пароль. Но здесь он уже сразу автоматом прописан. Назад и нажимаем по центру. Опа-ля. Ну, напоминаю, что, кстати, да, верхняя часть, это там, где у нас крышка под SD-карточку, а кнопки у нас, к сожалению, сбоку. Но с другой стороны, знаете, это на самом деле и с какой-то стороны плюс. Когда у вас здесь дырка и как ее напечатать, непонятно. Здесь у вас остается всего лишь одна сторона, которая под вопросом, это передняя. Но здесь уже что-то можно придумать. Я все думаю о печати, да, как удобнее печатать. Дальше я уже чуть-чуть поднастроил камеру. Картинка выглядит действительно неплохо. Единственная проблема этого приложения, что оно не поворачивается. Приложок, к сожалению, пока еще глючная. Вот когда вы открываете, например, режим, она еще не работает как надо. Здесь, по идее, вот здесь вот слева вверху это фоторежим. Здесь у нас, по-моему, таймлапсы. Третья айконка здесь у нас серийная съемка. Слева внизу у нас видеозапись. Посередняя снизу у нас замедленная съемка. И справа у нас ничего нет. Но возвращаемся к стандартной съемке. Давайте немножко посмотрим настройки. Настройки здесь, кстати, достаточно обширные. Она не очень понятно написана пока для нормальных людей, потому что приложение еще реально в бета-версии. Я думаю, к тому моменту, когда появится камера на прилавках, а это буквально недели через полторы-две, уже все это будет готово. Здесь камера, как видно, поддерживает 4К. Кроме того, поддерживает 2.5К 60fps. Это здорово. Кроме того, она поддерживает 2.5К 60fps. S написано. Это значит, что это SuperView или SuperVision, как это называет Foxeer. То есть картинка 4х3 сплющивается до 16х9. И получается очень широкий угол обзора. Выглядит очень круто для съемок. Это реально решает. Сделаем так, чтобы телефон полностью влезал у нас в кадр. И под телефоном остается буквально чуть-чуть. Если мы включим теперь 2.5 SuperView, или SuperVision, как они называют, то, как видно, телефон остается таким же, но сверху и снизу добавляются огромные области, которые позволяют вам снимать сверху и снизу больше. За счет этого движение гораздо лучше ощущается. Также, естественно, поддерживается 1080p, 720p, вплоть до 240fps. То есть реально можно кадры строчить как следует. И знаете, это очень похоже на то же самое, что ребята, например, занимаются Full HD снимают. На 6-7 прохе, где можно с замедлением снимать. Это здорово. Здесь тоже можно снимать Full HD 120fps и получить качественную картинку все еще. Она действительно хорошая. Давайте, кстати, посмотрим, сколько битрейт будет у нас на этой записи. Снимаем. Немножко давайте еще экшеном в кадре. Посмотрим заодно, как работает LiveView потом в перемотках. Сколько битрейт будет у нас на этой записи. Снимаем. Теперь переходим в галерею захороненных файлов. Вот наш первый файл. Мне очень нравится, что LiveView работает реально очень быстро. Посмотрите, никаких подтормаживаний нет. Реально быстро очень схватывает, очень быстро работает. Дальше Cyclic Record. То есть запись с циклами. Каждые 2-3-5 минут она будет стартовать новый файл. Особо никому не нужно. Если только вы не хотите, не знаю, в авто поставить. Ну зачем вам такая камера в авто? Микрофон можно выключить. То есть если вам не нужен звук вообще никак, то можно отрубить. Но я лучше оставляю вот так, легче камеры синхронизировать. Угол обзора. Широкий, узкий, средний. Но в данном случае, когда вы используете Supervision здесь, это никакой роли не играет. Но если вы выберете обычный режим, можно сделать так, что у вас камера будет снимать практически без искажений, только центряк. Очень хорошо для того, чтобы снимать, например, какие-то реально постановочные кадры. Low Light. Shutter Speed будет замедляться. Точно так же, как слабое освещение режим в GoPro. Кому-то нужно, я всегда отключаю. Потому что лучше стабильный FPS, пусть хоть немножко темнее. VDR. Зачем эта функция нужна? Я так и не понял. Смотрим на лампу, ничего не видать. Давайте теперь включим VDR. Все так же, ничего не видать. Ну, кстати, здесь беру слова обратно. VDR работает, работает очень аккуратно, комфортно, работает слегка, вытягивает темные области. Здорово. Видео Encode H265, H264. Все зависит от того, как вам легче обрабатывать потом видео. По идее, 265 имеет гораздо лучшую эффективность при сжатии. Но при этом, возможно, батарейка будет сжать больше. И, кроме того, обрабатывать это видео будет гораздо сложнее. Давайте посмотрим, как это дело работает. Сейчас я записываю 2.5K60 SuperView. В данном случае у нас написано, что это 265, H265. То есть, качество, скорее всего, будет хорошее. Файл будет весить не очень много, но, скорее всего, его нужно будет обрабатывать. Давайте проверим, как работает теперь H264. В принципе, картинка-то не поменялась, я думаю, по конечному результату. Просто в зависимости от того, сколько у вас места на флешке. Ну, и какая вычислительная мощность у вашего компьютера. При ближайшем рассмотрении я особой разницы между H264 и H265 не заметил. Ну, единственное, что чуть менее выражены грани объекта за счет того, что больше полутонов картинки. Соответственно, грани не такие резкие. Может быть, кому-то это пригодится. Но, в целом, особой разницы я не вижу. Метеринг мод. То есть, как он будет замер экспозиции проводить. По всему кадру, в центре или в точке. Оставляем по целому кадру. White Balance. Можно выставить вручную. К сожалению, как в GoPro, например, выставить именно Кельвины здесь нельзя. Но, тем не менее, здесь уже гораздо больше пресетов, чем в GoPro. Там, по-моему, три пресета всего. Здесь их больше. Exposure. Можно в плюс или в минус вывести, чтобы картинка была светлее или темнее. В зависимости от того, что вам надо. ISO можно ограничить, друзья! Слава богам! Правильно сделали, ребята. То есть, вы можете поставить... Вот сейчас, например, ISO ограничил на 100. Картинка уже темная. Это значит, что вы можете использовать эту камеру даже и без ND-фильтров. В темную погоду будет то, что нужно. Слегка такое подмазанное красивое изображение. Но, если вы понимаете, о чем идет речь, то, я думаю, вы найдете эту функцию очень привлекательной. Ну, любое значение можно выставить, а не так, как GoPro 1600, 400 и, по-моему, там все. В общем, ну, шире, шире возможности. Также, настройка резкости, настройка контраста, настройка насыщенности цветов. Выставляем в Medium, в High, в Low, в зависимости от того, как вам нужно. TV-Mod. То есть, вы можете через HDMI выводить картинку, которая здесь есть, просто напрямую на монитор. Но также через USB-C вы можете выводить картинку на FPV-систему. И там вот у вас будет, в зависимости от того, что вы здесь выберете, либо NTC, либо PAL. Quick Capture я обязательно включил. Когда вы нажимаете питание, камера включается и сразу стартует видеозапись. На видео будет писаться ваша дата в уголочке, никому не нужно. Дилей, шатдаун. Если вы подключаете камеру, например, в автомобиле, как регистратор, после отключения питания камера выключится через какое-то время, через 1-3-5 секунд. То есть, если у вас, например, авария, у вас аккумулятор отсоединился, через 5 секунд камера выключится и запишет последние еще 5 секунд. Не знаю, кто использует такие камеры в качестве дэшборд, то есть в автомобиле регистратора, но тут есть такое дело. В бузер можно включить-выключить, если вы не любите, чтобы камера пищала, можно отключить, чтобы камера беззвучно работала. Вот, в общем-то, такие небольшие настройки. После всего этого, кстати, можно выбрать еще фоторежим. Давайте сделаем фотку. В фоторежиме картинка еще шире. Очень круто так выглядит картинка. Давайте сделаем фото. И теперь посмотрим вот через пикчер вот здесь. Ну, оно грузится, конечно, не в настоящем разрешении, но, как видно, картинка сама очень сочная, очень красивая, работает нормально все это дело. В принципе, ничего. Я очень надеюсь, что они ее еще сделают. Приложение стабильнее, потому что оно не супер стабильное. Как видно, переключение режима фото у нас здесь загорает зеленый. Нажимаете один раз, переходит в режим видеозаписи. Еще раз, опять фото. И здесь вы можете уже щелкать просто по фотке. В принципе-то и все. Я сейчас подожду, пока камера полностью выключится. Поставлю на зарядку, посмотрим, действительно, за сколько она зарядится. Для того, чтобы заменить емкость аккумулятора, я подключил USB доктор к этому устройству. И посмотрите, какой ток она потребляет. 1,15 А. То есть при аккумуляторе 800 мАч это больше, чем 1 CES. Так, ну давайте заодно звук протестируем. Я пока немножечко порассказываю. Нормально вроде стоит. Погода не самая летная, пацаны, к сожалению. Но вот сейчас у нас неделя примерно уже такая погода стоит. Что делать, не знаю. Вы же меня потом сожрете, если я не выложу видос как можно быстрее. Поэтому приходится вот выкладывать как есть. Как вот, ну под дождем снимаем ролик, записываем. Ну и шо теперь? Как недавно один в комментариях написал. Вот, скажи, когда будет проект по самолету дальше. А то что, я зря время на твой канал, что ли, трачу? Пацаны, когда будет видос про самолет, тогда будет. Понимаете, у нас про самолет не такая тема, что для того, чтобы на нем слетать, хотя бы километров на 30, нужно ехать в соседнюю страну. Очень сложно полетать на дальнолете в нашей стране, потому что, ну, это очень большое расстояние уже. Поэтому, когда будет, тогда будет. Мне нужна тачка. Тачки у меня нет. Мне нужно друзей просить. Друзья тоже не всегда могут. Поэтому, ну, это не только от меня зависит. Я-то в любой момент могу собраться, аккумулятор зарядил, да поехал. Что мне? Я еще ленюсь, что ли? Я же не за того, что мне неохота снимать или что-то такое. Просто ситуация такая. Ладно, теперь давайте прокатимся, протестируем камеры. Продолжение следует... Зацените, кстати, как работает новый RealSteady Goat. Стабилизатор за безумные деньги. Электронная стабилизация в программе. Использует данные гироскопа с камеры. Практически идеальная стабилизация. Так, следующее, что мы проверим, это стабилизация. Я сейчас включил стабилизацию на обеих камерах. Посмотрим, как работает. Но, понятное дело, у меня не такая вот, что прям трясучка. Но хотя бы с легкой тряской такая стабилизация должна справляться. Вот как раз мы посмотрим на то, как она работает. Исходя из этого фрагмента, можно сказать, что на данный момент стабилизация просто не включается на фоксир бокс или работает настолько неявно. Я не знаю. Я не завидел никаких улучшений по сравнению с предыдущим отрезком. Может быть, прошивки пока еще дело. Скорее всего, добавят. Потому что, ну, должна работать все-таки стабилизация. Она не меняет ничего. Если у GoPro руль от велосипеда гуляет по кадру, то у фоксира руль стоит абсолютно на месте. То есть стабилизация не делает ровным счетом вообще ничего. Поэтому ждем обновления прошивок. Но это все напоминает бета-версии все еще. Когда камер достигнет рынка, через пару недель, я думаю, они добилят все это дело. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите, кстати, у него есть небольшое, ну, это, наверное, антибликовое покрытие, слегка фиолетовым отражает стекло. Это ND-фильтр на 16. Очень хорошо снимает. Ну, мне понравилось. Я посмотрел сейчас видос. Прям достойно. Ну, давайте по концовке я пару слов скажу. Сделаем хотя бы какой-то вывод, но это реально, пацаны, топ-топочек, топовая камера. В сравнении с GoPro, которые стоят дороже, она дает результат, но, скажем так, есть функционалы, которые попроще. Есть функционалы, которые интереснее. Она практически по всем режимам дает больше битрейта на видео, соответственно, качество картинки. И из нее вытянуть можно чуть-чуть, чуть-чуть больше. Да, линзы у нее какие-то красивые. Они отражают все фиолетовым цветом. Что это лиза, что ND-8. Ну, стандартная линза слегка имеет какое-то напыление поверх. Я думаю, это все-таки антиблик какой-то. Старайтесь сильно не полировать камеру, а то это все очень быстро слезет. Тем не менее, картинка очень классная. То, что эта камера имеет 2.5К супервью на 60 фпс, это просто шик и бомб. Потому что, ну, GoPro себе такого позволить не могут. Немножко печально то, что пока не работает стабилизация изображения, но я думаю, это вопрос времени. Я думаю, буквально чуть-чуть подождать, а не выкатят прошивочку новую, и будет уже нормально. 4К у этой камеры лучше. Словомо, у этой камеры лучше. Нет водонепроницаемого бокса, как у GoPro, поэтому, с этой стороны, хуже. А микрофон всего один, тоже, ну, слабовато. Автоусиления нет, как у GoPro. GoPro снимает именно звук голоса лучше, но в полете разницы особо нет. Это тоже очень хорошо снимает звук. И даже несмотря на то, что микрофон спереди, он не задувается настолько сильно, как мог бы. Там, видимо, микрофон где-то достаточно глубоко, я не знаю, что они сделали. Хороший, качественный звук с микрофона, правда, усиление нужно регулировать самому вручную. У этой камеры чуть-чуть уже угол камеры, чем у GoPro. И когда она снимает SuperView, или как SuperVision называет это, фоксир, она немножечко странно как-то располагает объекты. То есть в центре оно как-то растягивается странным образом. И если вы внимательно посмотрели, например, в фрагменте с велосипедом, где моя голова почему-то в три раза шире оказалась, чем на GoPro. Мне кажется, на GoPro очень дорогая оптика, либо какая-то очень хитрая постобработка в самой камере, что она дает уже сразу хорошую результат, хорошую детализацию, не меняя сильно при этом изображение. Но мне кажется, что это дело в оптике. То есть хорошая оптика, которая дает широкий обзор без сильных искажений в центре. Это очень круто, и это позволяет на эту камеру снимать действительно очень интересные кадры. Хороший Freestyle ND-фильтры в стоке. Зарядка очень быстрая. Приехал на поляну, даже разряжена, если бы это была. На полчаса поставил, уже 70-75% заряда, уже хватает надолго. Работает от батарейки вот столько в 4K режиме, вот столько в Full HD режиме. То есть это чуть-чуть больше часа. Я надеюсь, что у меня получится найти какой-нибудь купончик. Может, я у Banggood выпрошу купончик, все будет в описании. Ссылочка на эту камеру, если я что-то дополнительно найду. Потому что если мы сможем урвать ее, например, за 110 баксов, это будет... Она действительно хороша практически со всех сторон, кроме угла обзора. Но угол обзора это тоже. Он не всем нужен такой прям суперширокий, а качество картинки не уступает Session 5, а в некоторых случаях даже лучше. То есть мне понравилось. Это реально топовая камера за очень небольшие, скромные, я бы сказал, деньги. На этом, друзья, все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Там будет ссылочка на камеру, эту на камеру вон ту. И я дозволю добавлю какую-то дополнительную информацию, если найду. Немножко дисторсия кадра и немножко узковатое изображение по сравнению с GoPro. Но в остальном это просто, наверное, лучшее, что можно найти сейчас. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok